Здравствуйте, друзья! Сегодняшний обзор посвящен колонкам в модном и перспективном формате саундбар. Рассмотрим модель от Edifier S50DB. Смысл колонок этого формата очень даже объясним с точки зрения акустики. Саундбар имеет сравнительно большой объем камеры резонатора и узкие панели стенок, что повышает частоту их паразитных резонансов и уменьшает их интенсивность. Также появляется много места для расположения регуляторов и коммутации. Несложно собрать некий массив динамиков, которые создадут равномерную звуковую волну. Это все неплохо впишется в любой интерьер от студенческого угла Департамента Варнуо или Барокко. Вернемся на землю в наш кондоминиум. Корпус Edifier S50DB выполнен из МДФ, имеет крепление на стену, беспроводный пульт ДУ, развивает 88 Вт в диапазоне частот от 55 Гц до 20000 Гц, имеют кучу интерфейсов, аналоговые, цифровые и блютуз, пресеты кино, музыка и новости, LED-дисплей, цифровые усилители и DSP процессорного управления, также импульсный блок питания и выход для подключения активного сабвуфера. Применены 4 динамика SCN-C по 4 дюйма и 2 твиттера полдюйма с куполами из титана. Скажем прямо, полный фарш. Комплектность вот такая, вот рассмотрим колонку поближе. Сегодня мы обозреваем эту вот штуку от Edifier, это S50B, а SoundBug, здесь на разных языках, кроме нашего и с английским устройством. Здесь указаны основные функции, это блютуз, оптик, дексерал, ау-кстерсиналовый вход, иконаловый вход, сериум версии, будем вложить древянный корпус, DSP, дегитал сигнал, процессор, гипс и сенсорного управления. Давайте посмотрим, что там внутри. Не буду вам показывать все перипетии боя, это было тяжело открыть эту систему, распаковать и собрать частично хотя бы. Вот так вот выглядит SoundBug. Довольно увесистый. Действительно из дерева S&D, по крайней мере корпус. В комплекте я обнаружил оптический кабель, какой-то переходник с 3,5 мм на RCA, кабель довольно неплохого качества RCA 2, 2 RCA mini jack 3,5 мм и пульт дистанционного управления, уже знакомый многим по обзорам колонок Edifier последнего поколения. Больше здесь ничего нет. И так вот передо мной наконец это устройство на столе, занимает весь стол буквально. Что мы здесь видим? Playbook Hi-Res Audio, слава Богу. Декоративные накладки, закрывающие излучатели. Во-первых, они красивые, во-вторых, прочные. Реально защищают хорошо, защищают излучатели, динамики от внешних воздействий. Деточка пальчиком пьет или еще что-нибудь. А, титановый твиттер. 70 мм мид-вуферы. 4 штуки. 4 мид-вуфера. На каждую пару по порту за инвертором. Он загибается сюда, в свой отсек. Кстати, работает, видимо, вот так вот. Нилькая ручка, регулятор с управлением. Видимо, многофункциональный. И экран Label Edifier. Это на передней панели мы видим. Что вот это такое? Я не знаю, что это такое. Какие у вас идеи есть. Что бы это могло быть такое? Супер твиттер. Ленточник. А мы узнаем. Под решеткой оказалась, собственно, платка, собственно, схема. В общем говоря, это теплоотвод похожий. Или конструктивное отверстие для доступа к этой самой плате с ремонтными целями. Я думаю, так даже будет точнее. Там вот видна электроника некоторая. Просто, чтобы вы понимали, если будете рассматривать эту акустическую систему, что фронтальные панели имеют некие решетки, которые обычно устанавливаются, вообще говоря, сзади для доступа к платам, к схемам. Здесь они решены вот таким образом. Рассмотрим тыльную часть этого шестикрылого дракона. Прежде всего следует отметить это элементы крепежа для крепления его на стену. То есть, очевидно, если телевизор, допустим, висит на стене, то разумно было бы и саундбар подвесить тоже на стену. Далее мы видим здесь панель коммутации. Панель коммутации, где есть несъемный кабель в ткани имеется. Выходный сабвуфер, что архиважно, по-моему, для устройств подобного рода. Ауксин, 3,5 мм, мини-джек, лайн-ин, два RCA-разъемщика пара, коаксиальный RCA-разъем и оптический хоттослинг. Серийный номер также здесь присутствует. Но это, пожалуй, не относится к особенностям. Ножки прорезиненные, причем с липкой поверхностью, которая позволит поставить вещь на стол. А с другой стороны я вижу ножку такого рода, образующую некий подъем. Форма сложная этого корпуса, поэтому это все имеет смысл. Он стоит очень устойчиво, надежно, и не должен иметь никаких скрипов и дребезгов при прослушивании. Сзади также мы видим кучу отверстий крепежных. Очевидно, задние панели тоже снимаются, поэтому не очень понятно, что делать спереди. Те решетки, которые я снял, однако я вам показываю все как есть. Вид стильный, отделка под дерево довольно прилично поклеена и красиво. Посмотрим пульт, беспроводной пульт управления. На нем есть кнопка включения питания. Ну-ка. Ну, модифакт загорелось. Приветствия на диск. Также здесь по кругу выполнены... По кругу выполнен селектор выбора входа подключенного. Line-In, AUX, то есть это аналоговые входы. Панель эффектов. И с этой стороны Bluetooth, кофе как Axial, то есть цифровые интерфейсы. То есть минус очевидного управления громкостью. И стрелки. Три органа управления для управления плеером. Эффекты доступны к кино. Кино. Новости. Music. Кино. Как бы немного. Но, кино, конечно, нас интересует в первую очередь. Итак, здесь в ходу имеются AUX и Line-In. Мы можем подключить таким образом, а можем подключить по Bluetooth. Сразу проверить, как это работает. Появился S50DB. Подключаемся к нему. Подключено. Можно попробовать воспроизвести какую-нибудь музыку. Ну, разумеется, работает. Громкость регулируется не с нуля. Но этим регулятором мы можем выставить минимальный уровень. Стартовый уровень громкости. Какой угодно тихий. То есть это не есть проблема. Просто некоторые пользователи обращались, спрашивают. Почему не с нуля регулируется громкость? Ну, видимо, потому что это не очень удобно для конструкторов. Устанавливать два порога уровня минимальной громкости в устройстве для Bluetooth отдельно. Для остальных входов отдельно. Это неразумно. Итак, Bluetooth работает. Это понятно. Мы подключим по, видимо, по, видимо, Line-In. И я вам покажу, как он работает. Непросто. Непросто показать вам, как он работает. В смысле, в этих условиях. И снять, и записать. Но все-таки попробовать. И, между прочим, если его подвесить на стену, вот прямо сейчас, как он стоит, он может выполнять роль неплохой акустической системы без телевизора. Потому что благодаря большой камере, деревянному корпусу, он воспроизводит низкие частоты довольно уверенно. Получился такой небольшой мини-массив. Мини-массив из мид-басовых динамиков. Это всегда звучит довольно привлекательно. Есть видео-любители, которые предпочитают массивы. Но, тем не менее, я покажу вам, как работает эта акустическая система. Запишу звук, подложу к видео. Послушайте, пожалуйста, стандартный набор треков, которые я часто использую на своем канале. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добротно собранная колонка выглядит надежно, она хорошо и разумно спроектирована, имеет приличные для своего формата параметры, необходимый набор интерфейса, крепления, ДУ-шку, вполне может служить и для усиления звука телевизора, а также в качестве АЭС для прослушивания музыки. Возможность подключить к ней сабвуфер позволяет расширить область ее применения и круг желающих ею овладеть. На этой сладкой ноте прощаюсь с вами, до следующих встреч, счастливо, ребята!